Гордума. Коротко о важном. Гордума. Руководитель футбольной академии «Вектор» и также депутат городской думы. Виктор, добрый день. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем о детском спорте, о том, как он развивается в нашем городе, о звездочках вятского спорта, о том, что нужно делать для того, чтобы этих звездочек становилось больше. И начать предлагаю как раз со звездочек. В каких видах спорта наши ребята, наши юные спортсмены сейчас добиваются значительных успехов? Наверное, мы с Матвея начнем, да? Мы о кировском спорте говорим. Да, еще раз добрый день. У нас на территории города Кирова, муниципального образования, существует 7 спортивных школ, именно наших муниципальных, как за город Киров. И хочу немножко рассказать про наши результаты. У нас определенные результаты добиваются такие виды спорта, как акробатика, ледолазание, скалолазание, хоккей с шайбой. Также у нас на очень высоком уровне сейчас начали выступать молодые спортсмены по таким видам спорта, как волейболисты, баскетболисты. Вот начали выступать ребята, которые ездят на междугородние турниры, показывают свои результаты, приглашаем сюда, на базе там второй школы у нас проходят. К нам всегда Нижний Новгород приезжает, приезжает Ижевск, приезжают близлежащие регионы, которые с нами взаимодействуют. Также у нас в целом сейчас развиваются новые виды спорта, такие как роботический рок-н-ролл, такие как брейд-дэнс, такие как... Спорта? Простите, простите мою темноту. Да, это новые виды спорта, которые у нас есть, и они идут у нас даже по муниципальной программе, которую мы реализуем. Если мы говорим о каких-то значительных результатах, значительных успехах, то это примерно какого возраста ребята? То есть о ком идет речь? Это совсем малыши, или это подростки, или это уже старшие школьники? В зависимости от вида спорта, если мы берем, допустим, акробатику, это 14-16 лет, это самый такой пик формы, где показывают уже и не только на всероссийском уровне, но и на международном показывают результаты. Также у нас идут и ледолазы, скалолазы, потому что вид спорта сейчас набирает популярность, становится более доступным. У нас, тем более, в городе Кирове есть, где заниматься. Да, база есть. И ребята достигают определенных высот. Но вот этот спорт такой уже профессиональный, наверное, когда ребята идут уже сознательно каким-то результатом. Если говорить про массовый спорт, я не знаю, опять же, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что среди мальчиков очень популярен футбол. Футбол вообще самый популярный вид спорта в мире и в России, в том числе, по данным Российского футбольного союза. Ну, по крайней мере, в открытых источниках. На данный момент 450 тысяч детей занимаются футболами. Это имеется в виду именно спортивные школы разного уровня. В России. В России, да. Соответственно, если говорить про город Киров, про Кировскую область, у нас, я вижу, в детском футболе подвижки в положительную сторону. Но пока наши результаты на, так сказать, всероссийской арене, они эпизодические. Не сказать, что у нас они систематические, они эпизодические. То есть, они нескромные. Тот или иной возраст выигрывает турниры, либо высоко проходит в турнирах всероссийского уровня. Такие, как фестивали Локобол, Большие звезды светят Малым, Кожаный мяч, фестивали, это всероссийские. Результаты нестабильны, но каждый год какой-то возраст у нас выстреливает. Конечно, хотелось бы в этом плане больше стабильности, но вид спорта самый популярный, соответственно, и очень высокая конкуренция. Очень высокая конкуренция с другими регионами. А мы регион северный, у нас половина года зима, детям нужен, особенно детям нужен газон круглогодичный. А буквально еще пять лет назад у нас ни одного круглогодичного футбольного манежа с газоном не было. Сейчас появились? Сейчас порядка четырех манежей есть, да, пусть они пока малоразмерные, среднеразмерные, но тем не менее, это уже приносит плоды. Дети круглый год на траве. И с учетом того, что обновляется тренерский состав, он омолаживается, ребята уже с новым подходом тренируют, имеется в виду тренеры, ребята с новым подходом к работе. Они уже не просто, как в советское время, часто бывало, мяч бросили и занимайте чем хотите, а здесь уже методика, система, сейчас это все доступно в интернете, азартные тренеры, каждый работает. Опять же, кто как может, какой-то системы нет, мы, по крайней мере, подвижки есть и результаты появляются. Их было бы больше, если бы у нас было больше соревнований регулярных с высоким сопротивлением. А мы, к сожалению, конкуренция была. Понятно, мы в собственном соку варимся, друг с другом играем, но нам нужно играть сильными командами Ниженного города, Татарстана, Мариэл. А к нам не едут, у нас нет инфраструктуры. А каждый месяц ездить туда, это довольно дорого. Про инфраструктуру и состязательность мы обязательно поговорим. Я хотела еще у Анны спросить про то, как развивается у нас легкая атлетика, потому что в свое время заявлялось, что это базовый вид спорта для нашего региона, насколько я помню, да? Да, безусловно, он и сейчас остается базовым. И если мы говорим с вами про кировский спорт и про кировских детей, то мы не должны забывать и про областные спортивные школы. Вот Матвей уже сказал про городские, про муниципальные. Но давайте справедливости ради скажем, что большая часть, я не скажу сейчас больше или меньше, но сопоставимая часть детей, также городских, кировских, тренируется в областных спортивных школах. И это, конечно, тоже самые различные виды спорта. Это и лыжные гонки, это и волейбол, и баскетбол, и бокс, и борьба, и большой спектр различных возможностей сегодня есть для наших детей. И если возвращаться к легкой атлетике, то да, сегодня, я бы сказала, легкая атлетика в регионе проходит такой этап перезапуска, перезагрузки, что ли. У нас был период западения именно с точки зрения вовлечения детей в занятия легкой атлетикой. Это, опять-таки, было связано с тем, что, как уже сказал Виктор, отсутствовала инфраструктура. В определенный момент она появилась, и была эта первая волна прихода детей, потому что все мы понимаем, что легкая атлетика – это наиболее, наверное, доступный, легкий, понятный вид спорта. Особенно для детей, которые только получают первые навыки в физическом воспитании. Это навыки координации, ОФП и так далее. И вот буквально год-полтора года назад у нас произошел второй запуск легкой атлетического объекта – это спорткомплекс «Вересники» и «Манеж». Сейчас уже по итогам этого года сезон зимний закончился, и мы уже можем с уверенностью сказать, что город Киров очень уверенно вышел в календарь всероссийских событий по этому виду спорта. Приведу пример. В этом году только тех мероприятий, которые вошли в календарный план Министерства спорта Российской Федерации, тех, что проходили в городе Кирове, прошло четыре. То есть мало того, что мы все существующие прежде соревнования вывели в статус всероссийских и завели их в календарь Минспорта, мы еще и придумали новые такие ивенты, именно детские события для того, чтобы популяризировать вид спорта и дать большую возможность нашим детям, в первую очередь кировским, получать вот такие хорошие условия, в таких хороших условиях возможности для тренировок и соревнований. А что с тренерским штабом? То есть вот Матвей начал говорить уже о том, что омолодился сильный состав. Вообще на эту работу охотно сейчас идут и спортсмены, например, да, люди со спортивным прошлым, кто-то, кто сам проходил ребенком через все это, да? Вот здесь, наверное, мне так нравится сегодня наша компания, потому что мы действительно сегодня в городе работаем такой одной командой. Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту и депутаты. Да, особенно вот мы с Виктором, мы сами люди далеко не равнодушны спорту. И как раз таки, что касается тренеров, в этом году, я считаю, мы результат нашей командной работы для того, чтобы улучшить условия работы тренеров на городе Кирове, мы сработали, и нам удалось увеличить фонд оплат труда тренеров на значительную сумму, скажем так. Это решение депутатов городской думы было в том числе и администрации. Это инициатива Анны Александровны изначально, в принципе, была, мы проработали на комиссиях и, в принципе, довели до определенного результата. Ну, я бы сказала, что это была инициатива общая, потому что если бы не было запроса со стороны администрации города и управления физической культурой и спортом, молодежной политикой, то, конечно, не было бы и движений со стороны депутатов. Да, мало того, разрешите еще добавлю немножко. С прошлого года мы вошли в дополнительное образование, все спортивные школы, тем самым мы попали в указную категорию граждан. Тренер-преподаватель. Что это дает? Это постоянная индексация заработной платы тренеров-преподавателей. Раньше по-другому как-то это было, да? Да, раньше было по-другому. То есть теперь каждый год повышается заработная плата на размер инфляции, ну, как у педагогов. Но в целом я бы считаю, что останавливаться на достигнутом не нужно. Тренеры все равно должны зарабатывать больше, значительно больше, чтобы они полностью были погружены в этот процесс, чтобы они не искали, условно говоря, подработки на стороне. Нужно продолжать работу в этом направлении. Да, и как раз, когда мы говорили о повышении фонда оплаты труда тренером, мы говорили не о неком просто увеличении этого, да, этого объема финансирования, а именно про конкретные позиции. Допустим, стимулирование тренера за высокие результаты спортсмена, как пример, за стаж, да, ну и ряд других достижений, которые мотивировали бы тренера не только работать в этой сфере, но и вот добиваться результатов и вовлекать большее количество детей. Ну, я еще скажу, все-таки есть некоторая несправедливость. Воспитать мастера спорта в индивидуальном виде в спорте, ну, так или иначе, это очень сложный труд, но это все-таки зависит от тренера, от конкретного человека. А представь бы стать мастером спорта в футболе, там нужно выигрывать чемпионаты всероссийского уровня, а это категорически сложно, это очень сложно, поэтому здесь вот игровые виды спорта и индивидуальные виды спорта, они немножко разные, находятся даже в этом вопросе в разных условиях. А если мы говорим про возрастной состав, то есть вот молодежь вообще идет сейчас на эту работу? Сложная ситуация, на самом деле, срез примерно такой, что уже далеко за 50, даже там ближе к 60 годам сейчас средний возраст тренеров, но это сейчас, если мы говорим про государственные учреждения, муниципальные учреждения, несколько иная ситуация в частных спортивных школах, как это у Виктора, допустим, да. Но вот еще раз повторю, что сейчас вообще происходит перезагрузка в принципе в системе российского спорта. Мы с вами очень скоро, я уверена, услышим и узнаем многое. А так пока я могу сказать, что этот вопрос, вопрос омоложения кадров и создания условий для тренеров, он сейчас решается на федеральном уровне, потому что город Киров, Кировская область одна из 89 субъектов, кто с этой проблемой в общем сталкивается. В общем, с этой проблемой так или иначе, мне кажется, все города сталкиваются, и не только в спорте, и в других тоже сферах. Да, непосредственно по муниципальным, нашим городским, города Кирова, делали срез, полнейший анализ, и практика показывает, что у нас 50-60% это реально молодежь. Тренеров сейчас, да? Да, тренеров-преподавателей это реально молодежь. От 25, начиная там до 25 лет. Я почему спросила... Это очень хорошая такая практика, я считаю, нормальная. Про возраст, просто когда Виктор говорил про то, как воспитывать индивидуального спортсмена или как бы командная какая-то история, мне всегда казалось, что чем ближе по возрасту ты к своему воспитаннику, тем проще тебе какие-то вещи ему объяснить, найти с ним общий язык. Это так, вот если мы про спорт говорим? Я не считаю, что это ключевое какое-то значение имеет, что нужно быть примерно равным по возрасту. Не-не-не, чтобы не было очень большого разрыва. Я не считаю. Понятно, что, наверное, человек должен быть в какой-то, ну, какой-то общей современной реальности, он, наверное, когда-то может после тренировки что-то пошутить и как бы создать атмосферу. Особенно, опять же, в командной игре спорта это очень важно, когда тренер действительно должен быть... Да-да-да-да-да, осмотрели ли вы новый популярный сериал? Да-да-да, там, ну, что-то там. На одной волне, что называется. Шутки и так далее. Это очень важно для создания микроклимата. Вот поэтому, ну, я не считаю, что это имеет ключевое значение в возрасту. Я считаю, нет. Больше включенность, азарт тренера, энергия тренера, любовь к этому виду спорта, любовь к детям. Вот это самое ключевое. А вы, кстати, про возраст хотели добавить. Ну, я хотел на своем примере, чтобы далеко не ходить. У нас порядка 15 тренеров у меня в футбольной академии работают. Самый младший 22, самый старый 42. То есть, ну, средний возраст. А, ну, то есть он еще тоже молодой. Ну, конечно, молодой и, я бы так сказал, перспективный. Еще есть куда расти. Если мы говорим про инфраструктурные какие-то вещи, вот с точки зрения того, чего не хватает именно построенного, каких-то сооружений, манежей, вот то, о чем мы уже начали говорить. Что бы хотелось видеть в Кирове? И вообще есть какие-то возможности? Ну, наверное, здесь нужно говорить о том, что сегодня есть указ президента, да, который в том числе говорит о необходимом уровне обеспеченности населения страны спортивными объектами. Здесь, конечно, в первую очередь речь идет о тех объектах спорта, которые должны были быть доступны населению в общем. То есть это вот те самые коробки во дворах, турники, стадионы в пешей доступности. Да, это массовый спорт. Факоты, умные площадки, да. Вот это вот. Да, те площадки, которые вот в последние годы появлялись. Их недостаточно. Ну, если говорить о том, что их не было вообще, то сейчас хотя бы этот вопрос решается, решается. Если говорить про обеспеченность уже подготовки спортивного резерва объектами, у нас действительно спортивный регион. У нас действительно родители ведут детей в спорт. И со всех сторон это здорово. Но действительно не хватает сегодня объектов. Переполнены объекты спорта. И сегодня наверняка и Министерство спорта, и Туризма, и Управление по физической культуре, и спорту, и молодежной политике в тандеме решают этот вопрос. С тем, чтобы и такие объекты, ориентированные уже на подготовку по определенным видам спорта, появлялись в Кировской области, в городе Кирове. Матвей, я знаю, что многие объекты и ремонтируются, и реконструируются, в том числе благодаря программам, связанным с юбилеем. Да, да. Вот в ближайшей перспективе на территории города Кирова, как уже было сказано, строятся новые объекты, такие как комплекс трех объектов. Это у нас Новоавятск, Озерки и Радужный. Там крытые фоки. Будут делать их делать Министерство спорта Кировской области. Также были проведены работы по двум спортивным объектам в прошлом году. Это двумные площадки в Новоавятске и в микрорайоне Ленгасово. Также в этом году еще хочется сделать в парке Гагарина хорошую многофункциональную площадку, которая будет открыта и доступна для всех желающих. А я сейчас вспоминаю результаты конкурса «Город добрых соседей». Там же тоже были эти объекты спортивные, и многие из них выиграли как раз, потому что есть потребность. Да, и «Город добрых соседей» очень хороший пример и практика, когда само население демонстрирует свою заинтересованность и использует возможность, которую дает в данном случае муниципалитет в честь 650-летия для того, чтобы улучшить для себя условия. Потому что действительно много проектов было выиграно именно на тему создания каких-то вот таких малых спортивных площадок. Больше того, скажу, вот тот самый фонд развития спорта и поддержки молодежных инициатив «Фятка 2.0» выиграл грант в размере 650 тысяч рублей, и на эти средства была в «Чистых прудах» возведена площадка для воркаута и облагорожена тропа для здоровья, в том числе для северной ходьбы. Но это вот мы сейчас про физкультуру говорим. А если говорить всё-таки про профессиональный спорт, понятно, что с этого начинается. Разрешите, тогда я продолжу про профессиональный спорт. Опять же, мы если говорим об игровых видах спорта, раз уж я здесь так представляю эту категорию, то, конечно, в футболе нужен, я повторюсь, круглый год трава, и нам нужны большие манежи, желательно полноразмерные, хотя и среднеразмерные, это тоже определенным образом решит задачу. И я больше скажу, не обязательно строить капитальное сооружение, можно делать быстровозводимое, некапитальное, это тоже нам придаст. То же самое говорить про такой любимый вид спорта в России, это как хоккей с этой же шайбой, да, когда у нас переполнены их два, по сути, два ледовых дворца, когда ребенок в 7 лет должен на тренировку ехать к 6 утра, вы представляете, это какое мучение и стресс. Зато каким он вырастет закаленный, ему никогда работа будет не страшна. Либо он уже наестся хоккеем к 13 годам, и он уже не захочет продолжать. Больше я не поеду в 6 утра. Да, поэтому здесь палка о двух концах, конечно, объекты эти нужны, и тогда будут профессиональные результаты, а сейчас пока на нашем уровне, если говорить про областной уровень в игровых спорта, даже в футболе, максимум наша задача воспитать, довести ребенка до определенного уровня и передать его в большую школу, в большую академию. В другой город. Да, где дальше уже возможность вырастить, пока у нас тенденция такова. На своем примере, скажу, у нас буквально недавно приехал наш футболист Федя Хорошавцев, 2013 года рождения, он на просмотре в футбольной академии Краснодар, его с руками-ногами уже забирают с 1 сентября к себе, потому что суперталантливый мальчик, который намного способен в футболе. И вот цель свою, вижу, как руководитель футбольной школы, именно в этом, довести до определенного уровня детей. Если мы чувствуем, что мы уже не можем дать ему больше, и он перерос в наши возможности, мы должны его отправить спокойно. Но в таком случае как-то обидно получается. Получается, что «Вятка» – это такой детский сад для спортсменов профессиональных, которых выращиваем и потом отдаем. Ну, для этого нужны тогда профессиональные клубы, профессиональные команды. Если мы говорим, там, да, возродили «Динамо» Киров, но все-таки это команда второй лиги. На самом деле, по профессиональным меркам, это самый начальный уровень. И это… Старт. Да, это самый старт, и поэтому хорошо, что он появился, но это не мечта любого футболиста. И я уверен, что если бы выбирать, там, на этом уже нашему футболисту остаться в Кирове и в «Динамо» заиграть, где у него будут очень высокие шансы, либо идти пробовать себя в сильном клубе, то лучше, конечно, в сильный клуб. Ну, Анна, здесь тоже всегда нужно… Вот нельзя приводить к единому знаменателю различные виды спорта, да? Разные. Абсолютно разные. Если мы говорим про командные виды спорта, тем более такие, как футбол, баскетбол, да, наверное, ну, где действительно профессиональные клубы, команды имеют значение, и регион не всегда действительно способен просто… Не может обеспечить те условия, которые могут обеспечить… Да, и решение этого вопроса – это не решение одного года или двух, это с годами выстроенная система. То, когда мы говорим про иные виды спорта, да, индивидуальные виды спорта, то, конечно, когда мы имеем такие базы, как Перекоп, как Дворец единоборств, как Фересники, как Акробатика, да, где, ну, есть определенные стандарты спортивных залов, Быстрица, да, совершенно верно, то здесь, конечно, мы должны держаться за своих спортсменов. Мы должны держаться за своих спортсменов и должны стремиться к тому, чтобы уровень наших тренеров соответствовал уровню тренеров тех школ, куда наши спортсмены зачастую уезжают. Куда их пытаются переманить. Да, это во-первых. Второе. Сегодня я знаю, что ведется большая работа по оказанию материальной помощи сильным спортсменам в самом регионе, для того, чтобы создать конкуренцию, ну, условия, точнее, здесь, и чтобы та же Казань не являлась конкурентом, да, в этом плане. Вот это, наверное, основное. И, конечно, мы должны за них держаться. Сегодня есть и существует, и она давно уже существует, система параллельного зачета. И вот я сама на своем опыте могу сказать, что для меня было важно принципиально, я уже не раз об этом говорила, где бы я ни была, где бы я ни тренировалась, в то время не было здесь манежа ликотлетического, для меня было принципиально важно, что я выступаю за Кировскую область, чтобы Кировская область писалась в каждом протоколе, и чтобы тренер заслуженного за меня получил мой тренер, который меня здесь воспитал, а не там со мной работал. Понимаете? И это может сегодня делать каждый спортсмен. На самом деле, вот когда мы говорим о патриотизме, когда ты за свой регион болеешь. И вот в этом смысле тоже мне кажется, что если говорить о состязательности, о конкуренции, то чем больше в Кирове будет проходить соревнований высокого уровня, тем больше шансов, что ребята, молодые, которые в каких-то школах занимаются, они захотят здесь остаться. Потому что у них будет возможность перенимать опыт, учиться соревноваться, конкурировать с приезжими ребятами-спортсменами из других городов. У них будет возможность выступать на соревнованиях высокого уровня, где за них тут вообще весь город болеет, что называется. А мы со своей стороны еще получим такую штуку, как спортивный туризм, как я понимаю. То есть проведение такого уровня соревнований междугородних, межрегиональных каких-то, да, там, не знаю, всероссийского уровня, по разным видам спорта, они же сюда, если мы про детский спорт говорим, не только детей приводят, они же еще и родители к нам сюда приводят. Мало того, что это выгодно с точки зрения престижа, это еще экономически обоснованно, потому что узнают наш шведский край. Люди приезжают с деньгами, они заселяются в гостиницы, они потребляют наши продукты. То есть это действительно важно, если делать на регулярной основе большие всероссийские турниры, и они у нас бывают. Благодаря же вереснякам сейчас много проходят турниров. Вот я могу сказать, что последние 10 лет, это вот как вот, когда у нас вот начала инфраструктура, вот, ну, вот эти именно крупные, я говорю, знаковые объекты, где можно проводить официальные всероссийские соревнования. Здесь уже дальше встает вопрос за административным штатом, там, за министерством, управлениями, чтобы привлечь, убедить Всероссийскую Федерацию любого вида спорта. Министерство спорта, там, департамент массового спорта, Министерство спорта Российской Федерации о том, что дайте нам, мы сможем, мы проведем, дайте нам шанс. Они дают шанс, мы проводим год. Мы рекомендуем себя, ну, то есть мы начинаем себя рекомендовать. Люди приезжают, для многих это терра инкогнито Кировской области. Они приезжают и уезжают отсюда с широко открытыми глазами. А сарафанное радио в спорте работает так же, наверное, как в любом другом, ну, в любой другой сфере деятельности. И все, и спортсмены едут, и действительно увеличивается количество знаковых стартов. И это правда работает на имидж региона. Вот, вот, правда, я это наблюдаю, и с такой радостью, с каждым годом это становится все ощутимее. Матвей, если говорить про наше управление по физической культуре, делам молодежи и спорту, насколько оно готово, скажем так, брать на себя какие-то дополнительные функции, если мы говорим об организации в Кирове соревнований какого-то уровня? Или это все-таки вопрос больше на региональный уровень? Это вопрос больше на оригинальный уровень. У нас просто есть определенная иерархия. И мы, допустим, если мы говорим про город, то мы делаем наше муниципальное соревнование. Городские. Да, городские. Все, что связано с федеральными соревнованиями, с международными соревнованиями, оно все проходит через Министерство спорта Кировской области, через Министерство спорта РФ и той федерации, которая сюда едет, то есть проводит эти самые соревнования. У нас есть также Центр спортивной подготовки ЦСП «Вятка Старт», который как раз-таки и помогает вместе с областью. Они делают одну большую вещь. Это их подвет, которые как раз-таки напрямую работают с федерациями на территории региона. Ну, а есть еще иная сторона вот этого, да, имиджевая. Это массовые спортивные состязания для любителей. Такие, например, как серия забегов «Вятские холмы», где здесь, допустим, оргкомитет «Вятских холмов», который я возглавляю, очень тесно работает с городом, с администрацией города. Почему? Потому что, ну, это действительно имиджевое спортивно-туристическое событие. Это не только возможность кировчан попробовать присоединиться, да, к спортивному сообществу обычных людей, но это действительно возможность для любителей из других субъектов приехать к нам на качественный продукт, качественный ивент. При этом не просто поучаствовать в спорте, действительно, как Виктор сказал, сходить в наши рестораны, посмотреть наши музеи, посмотреть наш город. Они смотрят его и во время бега, и во время досуга. Это тоже очень важно. Спасибо большое нашим гостям. Матвей Машковцев, Анна Альминова, Виктор Савиных были у нас в студии. Думаю, что встретимся и про спорт, в том числе и детский спорт, еще не раз поговорим. До свидания. До свидания. До свидания. Гордума. Коротко о важном.